Бишон Фризе – миниатюрные, очень красивые собаки с волнистой, шелковистой шерстью. Бишон относится к собакам-компаньонам. По одной из самых расхожих теорий, предками Бишона Фризе были корабельные собаки, которых моряки брали с собой на палубу для борьбы с грызунами. В отличие от большинства декоративных собак, у Бишонов довольно крепкий корпус. К тому же они несколько крупнее других декоративных пород. Вы можете спокойно играть собакой без страха, что случайно причините ей боль. Рост в полке 30 см, вес 3-6 кг, продолжительность жизни 12-15 лет. Баллонка Бишон Фризе похожа на пуделя по структуре пухового шердяного покрова. Он состоит из шелковистого, но вьющегося остевого волоса и мягкого подшерстка. Бишон Фризе – гармонично развитая порода с крепкими лапами и плотным телосложением. Голова пропорциональна телу, уши свисают к бокам морды, глаза остро круглые, близко посаженные. Одним из самых характерных породов признаков Бишон Фризе является его шерсть. Она имеет очень плотный подшерсток, который защищает собак от перепадов температуры. Остевая шерсть длинная, но не более 10 см. У здоровой собаки шерсть выглядит очень плотной и в то же время мягкой. Цвет чистопородных животных исключительно белый. Любые пятна или вкрапления недопустимы. Бишон Фризе считается замечательным во всех отношениях к питомцам, с игривым и при этом мягким характером. Бишоны хорошо уживаются с другими домашними животными. Эти собаки активные, веселые компаньоны. Их любимое занятие – проводить время дома со своими хозяевами. Они привязываются к своим владельцам и наслаждаются домашним уютом. Однако также они нуждаются в регулярной физической активности вне дома для поддержания физической формы, здоровья и тонуса. Бишоны – одна из немногих пород, рекомендованных аллергикам, которые хотят завести собаку. Тем не менее, к этой рекомендации стоит относиться с осторожностью. Бишонов нужно обязательно стричь. Чаще всего это делает профессиональный грумер. Владельцу же остается поддерживать шерсть в чистоте и регулярно, несколько раз в неделю расчесывать. Важный момент – это купание. Частый мытье шерсти может привести к нарушению естественного липидного баланса кожи. Обязательно купите собаке одежду, защищающую шерсть от загрязнения. Уход за зубами сводится к регулярным чисткам, которые нужно делать 2-3 раза в неделю. При том замечательном факте, что собаки Бишон Фрезе не вызывают аллергии, сами же они могут страдать часто от аллергической реакции на определенные продукты. Чтобы не спровоцировать аллергию, нужно строго следить за рационом любимца щенячьего возраста и ни в коем случае не экспериментировать с кормлением со стола. Бишон Фрезе – собака семейного типа. Взрослое животное сохраняет игривый щенка и отлично чувствует себя в веселой компании детей. Но может и чинно посидеть рядом с человеком, если шумная возня неуместна. Добродушный и всегда позитивный характер Бишон Фрезе делает эту породу более подходящей для семьи с детьми. Исключительная внешность Бишонов очень придирчиво оценивается на экстерьерных выставках. Белоснежная кудрявая шерсть не должна иметь намека на появление ржавчины, ржавых участков. Щенки могут иметь бежевый оттенок шерсти, но к полугоду цвет шерсти должен обязательно выровняться в белый. Длина шеи, согласно требованиям, составляет 1 треть от длины корпуса. Короткая и грубая шея – абсолютно неприемлемый дефект. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой Бишон Фрезе и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok